Создание демократического государства из монархии – это результат борьбы народа за право или придумка власть имущих, чтобы вместо свержения обеспечить себе мирный уход от кормушки. Это и не то, и не другое. Демократические движения, они действительно были революционными. И действительно, по крайней мере, люди, которые были в авангарде демократизации некоторых стран, по крайней мере, Соединенных Штатов точно, это люди, которые боролись за республику. Но постепенно, постепенно, в результате работы демократических институтов был сформирован правящий класс, класс номенклатуры, который начал использовать инструменты демократии и инструменты народного волеизъявления для того, чтобы цементировать свою власть, для того, чтобы манипулировать общественным мнением, для того, чтобы, перекидывая влияние с одной группы людей на другую, разделять и властвовать над обществом. Это не было изначальной задумкой, по крайней мере, тех романтичных революционеров, которые стояли в авангарде демократизации западного мира, но это что-то, о чем сегодня можно говорить, как о факте, о произошедшем факте. То есть, нет, это не было придумкой власти имущих, это было наивностью революционеров. Власть имущие, уже придя к власти с помощью демократических институтов, постепенно, постепенно кооптировали их и начало их использовать для того, чтобы уже с их помощью контролировать общество. Это произошло, но это не было задумкой.